Меня зовут Дмитрий Александров, я артист конференции Белорусского Государственного Церка. Попасть в цирк желание было изначально в детстве. У меня было два желания детских, это стать пенсионером или стать клоуном. Сразу, когда приходишь, получается грим. Опять же, зависит от спектакля, какой там грим, кто ты. Есть ли классическое видение, объявление номеров артистов, фамилии? Ну, что-то минимальное такое, чтобы не сильно блестела голова, какой-то тон. Ну так, чуть-чуть. Усы и брови. Так, чтобы поярче было. Брови подвести, усы подкрутить. Все. После первой файлы по городам Европы это уникальное шоу наконец-то посетило столицу нашей республики. На мне вообще огромная ответственность, потому что если я не приду, кто же будет начинать представление, тогда будет задержка, будет скандал. Кто бы что ни говорил, волнуются все. Вопрос, насколько волнуются люди. Ну, обычно по себе уже знаю, что волнение, это, конечно, премьера. Это премьера, это подготовка, потому что подготовка, наверное, это самый тяжелый момент подготовки. Бывает так, что все очень быстро надо сделать, времени уже катастрофически нет, а надо это все. А как бы моя профессия такая, что ну что у меня, у меня тексты. Хотя в последнее время я, наверное, больше артист, чем конферансьер. Хотя у меня в профессии артист-конферансьер, потому что уже идет некое неклассическое ведение спектакля. А сейчас в манеже уже я какой-то персонаж. В последнее время у нас больше такие вот сюжетные какие-то спектакли. То есть у нас какое-то действие, у нас персонажи. Примет цирки достаточно. Допустим, самая, наверное, такая основная, я бы сказал, нельзя сидеть спиной к манежу. Нельзя, потому что надо сидеть лицом. Потому что манеж нас кормит, и цирковые артисты считают, что ни в коем ради. Нельзя есть семечки, потому что не будет доходов. Нельзя, чтобы перед тобой, вот ты готовишься выйти, сейчас стоишь за кулисами, чтобы кто-то проходил перед тобой. Плохая, нельзя. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.